Декабрь месяц, 6 вечера, как раз час пик. Стою в огромной очереди в кассу метрополитена. Каждые три секунды звонко пиликает Полонеса Гинского. С ума можно сойти. Он звучит очередной раз, когда очередной хитрован на шару пролезает через турникеты. С краю, где сидит тучная тетенька, прошел старый дедок с маленькой девочкой, по-видимому внучкой. В руках у старика красная пластиковая ледянка, чтобы внучка с ледянкой с горкой съехала. Вдруг перед турникетами нарисовались двое четких парней лет по 20, может чуть больше, с бутылками пива в руках. Посовещавшись, кто первый, один отдает другому пиво на хранение и резко стартует. Быстрый мощный разгон, упор руками в турникеты и вуаля, зачетный прыжок. 10 баллов за технику исполнения и столько же за артистизм. Даже Агинский не успел проснуться. К этому моменту я уже выстоял эту вечную очередь, купил проездной и также прошел внутрь. Второй паркурист приблизился вплотную и передал другу через турникет две бутылки, чтобы уже с пустыми руками направиться к линии старта. На тот момент я еще не знал, зачем я остановился полюбоваться его грациозным прыжком, но теперь я, конечно, это знаю. Кто-то же должен был описать эту грустную историю. Прямо передо мной стоял дедушка с внучкой, даже немного загораживал паркуристу момент старта. Четкий парень сходу набрал разгон, он собирался перепрыгнуть рядом с нами. Вот уже руки пошли вперед, чтобы опереться о турникет. Но что это было? Думаю, что досконально увидел это только я. Буквально за мгновение до упора дедок неожиданно быстро подложил под руку летящего спортсмена свою красную детскую ледянку. Рука на ледянке резко съехала вбок и четкий паркурист, как гвоздь со всей дури головой, вошел в бетонный пол. Автоматика сработала четко и пол в момент касания головы спортсмена мигом обесточил весь организм. Приятель, которому достались две бутылки пива и убедительная победа по очкам, ходил вокруг поврежденного соперника, не зная, куда девать бутылки и что делать дальше. Дедок от греха подальше быстренько потащил внучку к эскалатору. Ну и я за ними. На лестнице девочка спросила, деда, почему тут дядя так страшно и больно упал? Дед, потому что он вместо проездного на метро купил себе бутылку пива. Советы, рекомендации, критика, наставления по уходу за малышом – в этом нет равных нашим мамам и бабушкам. А уж воспитание внуков дедушками – тема извечно животрепещущая. Должны ли дедушки помогать? Для полноценного развития ребенку необходимо общаться с родственниками разных поколений. К слову, роль дедушки в воспитании внуков важна, но должна быть дозированной. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумное, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.